В эфире новости Дагестан, в студии Зухралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Поваленные деревья и летающие крыши. Такую картину можно сегодня наблюдать в приморских районах республики. Нашиды, световое шоу и путевки на Малый Хадж. Масштабный ифтар в Дербинте собрал около 35 тысяч человек со всего Дагестана. Фирменное блюдо от шефа. Известный в ресторанном бизнесе шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко посетил Мачкаву. Поваленные деревья и летающие крыши. Такую картину можно сегодня наблюдать в приморских районах республики. Сильный ветер в Махачкале повалил дерево на припаркованные автомобили в районе Джума-Мечети. Ураган сносит крыши домов и торговых объектов. Местами порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Лучше всего переждать непогоду дома, рекомендует МЧС. К другим темам. Около 35 тысяч человек из разных уголков Дагестана стали участниками республиканского ифтара в Дербинте. Масштабное мероприятие прошло на территории парка имени Низа Меген-Дживи. Мероприятие организовано в Муфтиятом республике совместно с мэрией Дербента. О том, как все было, расскажут наши корреспонденты. Выступление известных исполнителей нашидов, световое шоу и розыгрыш путевок на Малый Хадж. Масштабный ифтар в Дербенте собрал рекордные 35 тысяч человек. Коллективное разговение впервые провели на территории самого крупного мультимедийного фонтана страны. Дербент – это место, откуда ислам распространился не только в Дагестане, но и в России тоже. И то, что уникальность Дербента – это ее исторический факт, что это самый древний город, можно сказать, почти в Дагестане и в России. И здесь это единственный фонтан, мультимедийный фонтан в России, который находится, самый большой. И эти факторы объединились и решили именно здесь провести этот ифтар. Аль-хамдуллах, такой трудности не было в организации тоже. Почему? Потому что с первого дня, когда мы объявили об организации, появились люди, которые взяли на себя полностью этот ифтар, волонтеры, которые готовы помочь. Мы с представителями Муфтеатра Республики Дагестан долго думали, где провести данное мероприятие. И остановились на том, чтобы провести на фонтане в парке Низами. Как бы это одно из таких главных точек притяжения нашего города Дербента. И почему бы не совместить это мероприятие и в таком месте. Думаю, что тоже угадали с местом, потому что видим, что и по территории он вмещает большое количество людей, всех желающих. И могут с таким интересом наблюдать за сегодняшним мероприятием. На одной площадке собрались жители города и гости из разных уголков республики и страны. Взрослые и дети. Коллективный ифтар объединил людей самых разных сфер и слоев общества. Гостей мероприятия ждала насыщенная программа. Мы подготовили очень интересную программу. Хедлайнером вечера будет выступать Мустапа Атев, всемирно известный исполнитель Нашинов. Много путевок на умрот сегодня разыгрывается. Сегодня все уйдут сытыми, потому что будет ифтар, готовится плов. Это какие-то рекордные цифры. И все эти рекорды будут биться здесь, в Дербенте, 16 апреля, в воскресенье, на республиканском ифтаре. Сюда приехали. То, что, как в хадисах передается, один такой хороший маджлист смывает тысячи плохих маджлистов. Со своим джаматом все эти ребята приехали из-за любви пророка Мухаммада, из-за любви с подвижником, которые здесь похоронены. И такой маджлист, что объединяет всех мусульман. У нас есть дагестанские товарищи. Они нам посоветовали, конкретно написали, что вам обязательно надо посетить. Тут очень будет интересное мероприятие. И мы пришли. Как новое? Интересно? Да. Конечно. Для нас все интересно. В этот прохладный вечер местную публику буквально зажег Мустафа Атеф. Специальный гость мероприятия приехал из Египта. Дагестан всего за несколько дней пребывания стал для него родным. В Дагестане меня ждала теплая встреча. С первых минут нахождения здесь меня окружают хорошие люди. В этой республике есть все для счастья и благополучия. Здесь люди с крепким иманом. Они любят пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Яркое тому свидетельство такое большое количество людей, которые собрались здесь в этот прохладный вечер. Спасибо за гостеприимство. Я очень люблю Дагестан. Атмосфера братства и единения, добра и благодати. Театрализованные постановки и нашиды чередовались с выступлениями религиозных деятелей и представителей органов власти. Безусловно, мероприятие очень значимое. По своей содержательной части, по количеству участников, наверное, я, например, не помню. Наверное, беспрецедентное все-таки это мероприятие. Поэтому трудно, наверное, переоценить. Мероприятие направлено на, наверное, воспитание нравственных ценностей и сохранение тех добрых традиций. Хотел, безусловно, выразить слово благодарности. Как организаторам, так и участникам. Отдельные слова благодарности хотел бы Мрухтияту. К мероприятию готовились основательно. Главное угощение на ифтаре – узбекский плов. Для его приготовления было использовано более трех тонн риса и мяса. В меню также фрукты, финики и напитки. За порядок и безопасность здесь отвечали несколько тысяч волонтеров. Главный, самый главный ингредиент – это человек, когда делает от души. Вот человек от души делает, и, аль-хамдул-ля, вкусно получается. А ингредиенты, как все, везде есть такие ингредиенты. А то, что от души делается ради Аллаха, Аллах всегда будет вкусно. Самое интересное, что здесь люди с разных районов, с разных сел, с разных мест. Даже есть люди, которые приехали из России именно, чтобы поучаствовать здесь. Чтобы принять, внести какую-то свою лепту. Мужчины готовили, женщины фасуют. Мужчину на столы ставят, женщину убирают. Вот так сегодня объединило. Это прекрасный праздник. Кульминацией мероприятия стал розыгрыш шести путевок на Малый Хадж Умра от различных спонсоров, одним из которых выступил «Эффект Девелопмент Гранатовый квартал». Я, если честно, знакомые попросили приехать помочь на Эфтар. И вот с обеда почти можно сказать, я уже тут помогал Эфтару. Я, если честно, не ожидал того, что выиграю. Как ощущения? Ощущения, брат, эмоции переполняют. Ну, не ожидал, конечно. То, что сидит столько, 30 тысяч человек, наверное, тут уже столько людей. И именно мне выпадет этот купон. Если честно, брат, во всех этих розыграх, когда участвовал, Малый Хадж Умра, ну, Марва Тор, который проводил, у меня была мечта, то, что если выиграю, отправлю маму. И надеюсь, все свершится. Эмоции, переполняющие как взрослых, так и детей. Улыбки на лицах всех присутствующих гостей завершения Эфтара, как ничто другое, говорит о том, что праздничный вечер удался. Прекрасный праздник. И все народ вот собирается, все занят, есть. Мы даже, ну, нет предела этому счастью. Это классно, это очень красиво. Я даже рад, что я нахожусь с нашими братьями. Очень приятный вечер. Нам понравилось. Спасибо всем за вечер. Просто супер. Но только нужно поаплодировать так, чтобы он услышал это. Карим Гамаев, Курбан Рагимов, Новости, ННТ, Дербент. Многие женщины стремятся поддержать своих соотечественниц, матерей и жен, героев СВО. Ифтар для них был организован по инициативе советника Муфтия Дагестана Айны Гамзатовой и министра культуры Республики Заремы Бутаевой. Сотрудницы женского направления отдела просвещения организовали насыщенную программу мероприятия. К концу вечера между гостями провели небольшой розыгрыш и вручили подарки от ювелирного дома. Когда мы приходим в этот мир, нам записываются не годами, дни, не часы, а столько, сколько вздохов мы осуществим в этом мире. И вот сколько нам вздохов положено, столько и мы и протянем. Ни больше, ни меньше, ни на один вздох. Никто не сможет нам его продлить. Важно не это. Важно то, в каком состоянии мы испустим этот последний вздох. Будучи героями или будучи где-то совершая какую-то подлость от передозировки или предавая кого-то. Звезды ночи в мой заглядывают стих, Словно очи, словно очи тех, кого уж нет в живых. Горец верный Дагестану, я прошел нелегкий путь, Может, стану, может, стану сам звездой когда-нибудь. Частные фермы больше не смогут разносить пенсии и соцвыплаты по домам дагестанцев. С 1 мая эту работу будут полностью выполнять сотрудники Почты России. По словам заместителя управляющего социального фонда Республики Нарулаха Сурейманова, процесс переоформления доставки произойдет в автоматическом режиме. Если человек желает, чтобы и дальше деньги приносили ему на дом, то дополнительно обращаться никуда не требуется. Однако исключение составят граждане, получающие выплаты по доверенности. Если в документе указана альтернативная организация, то почтальон не сможет выдать деньги. В таком случае необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу социального фонда. Также здесь или на сайте госуслуг и в МФЦ можно поменять и способ получения пенсии. Например, с наличного на безналичный. Смотрите, до 1 мая в республике пенсия доставляется трьемя способами. Человек получает кредитное учреждение, на депозителю, на карточку. 52% получателей у нас так и получали. У нас 712 тысяч пенсионеров, получателей соцвыплат. Вот из них 52%, 370 тысяч человек получали через банки. У нас остальные 48% получали через доставочные предприятия. У нас в республике доставочных предприятий было 45%. Вот через эти доставочные предприятия, которые действуют чуть ли не в каждом районе, городе, доставляли на дом или там кассы кто получал, вот таким образом. И порядка 3800 получателей получали через почту. Ну, через почтовые, значит, организации, филиалии или как-то они там называются. Вот в связи теперь с введением изменения закона о почтовой связи, с 1 мая вот альтернативная доставка выпадает из этой цепочки, будет только два направления. Это банки и почта России. Управление почтовой связи по республике Дагестан. В Ногайском районе начали выращивать хлопок. Пока это скорее эксперимент, но проведенные испытания показали, что культура вполне может прижиться на новой местности. Севсаженцев запланирован на 50 гектарах. Старт к пилотному проекту дал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Стоит отметить, что хлопок сырец считается ценным видом сырья для изготовления разнообразных видов ткани. Жмых используют для удобрения и корма животным. Из семян получают масло, мыло, глицерин и смазочные материалы. Кроме того, во время визита премьер-министр посетил и другие пашни. Так, более 150 гектаров в Ногайском районе будет отведено под лук. Посадка сорта белый идет в трех селах муниципалитета. Кулинарное мастерство Емельяненко собрало множество поклонников по всей стране. Отведать блюдо от шефа им удалось в один из вечеров Рамадана на аллее медиков рядом с духовным центром имени пророка Иса и мир ему. Барашек, запеченный в земле, необычным угощением порадовал гостей своего мастер-класса повар. Как признается шеф, который в Дагестане впервые, он обязательно вернется сюда еще. Мы летом решили, потому что здесь с работой ничего не получается увидеть. Все время какие-то договоренности, куда ехать, сюда ехать, здесь это все копать, кормить и так далее. Мы хотим отдельно приехать уже без работы, чтобы посмотреть, потому что я понимаю, что я вообще ничего не видел. Был в Дагестане, меня спросят, я скажу, ничего не видел. Как так? Три с половиной часа запекался барашек в земле. Как рассказал повар, трудились они над этим блюдом с восьми утра. Выкапывали яму, обкладывали ее кирпичами, прогревали землю. Все это время гости мастер-класса терпеливо ждали ужина. Супруги Мешины приехали из Владикавказа с четырьмя детьми для того, чтобы увидеть любимого повара. Блюдо очень вкусное, безумно понравилось. Мясо нежнейшее, просто вот губами можно есть. Сам процесс был, конечно, очень интересным. Мы как раз приехали незадолго до начала мероприятия, и было интересно понаблюдать, как это готовилось, как это... Ну, во-первых, нам понравился такой движ, который характерен для нашей Махачкалы, и мясо. Мы вот услышали, что мясо томится в земле, и обязательно решили посетить сегодняшний Ифтар. Спасибо большое, нам очень-очень понравилось. Супер. Пригласил Василия Емельяненко в Дагестан его давний друг, который уже два года работает в сети ресторанов в Махачкале. Приезд был приурочен к Рамадану для того, чтобы накормить Ифтаром дагестанцев. Он приехал сюда еще в рамках нашей внутренней программы, которая у нас сейчас формируется в сети. То есть у нас есть череда мероприятий, называется она «Шефы на каникулах», в рамках которых все топовые шефы России приезжают к нам в гости. Мы, соответственно, этих шефов знакомим с Дагестаном, и, соответственно, Дагестан знакомится с этими шефами. То есть рамки мероприятия, они бывают разные. Кто-то делает гестер-ужин, кто-то делает бранч, кто-то, вот как Вася, соответственно, делает какие-то масштабные мероприятия. Здесь я исхожу только от шеф-поваров. То есть это все мои друзья. У нас график мероприятий уже расписан на два года. То есть за два года Махачкалу посетит 24 топовых шефа. В Дагестане развивается туристическая инфраструктура. А визиты именитых шеф-поваров – это способ повысить привлекательность нашего региона в этой отрасли. Айша Тухаева, Ахмад Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Приезжайте в Махачкалу! Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Галина Сергеевна Пономарева. Ей было 104 года. Галина Пономарева родилась в Донецкой области. В детстве осталась без родителей и воспитывалась в детском доме в Подмосковье. Когда Германия напала на Советский Союз, 22-летняя Галина обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Так она попала в Ленинградский госпиталь, где помогала раненым. После окончания войны приехала в Дагестан и работала на различных предприятиях почтовой связи. И о спорте. Дагестанский юный шахматист Аймас Тимирбеков занял второе место на первенстве России по блицу или так называемой молниеносной игре. В соревнованиях участвовало более 200 подростков со всей страны. Воспитанник махачкалинских шахматных школ Анатолия Карпова и Джакая Джакаева завоевал 9 очков из 11 возможных. Впереди у Таймаза чемпионат России по рапиду, а также первенство страны по классическим шахматам. У меня на этом все. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok